Привет дорогие друзья! На фоне ожидающейся российской агрессии благословенные миротворцы. Вот кстати, через несколько часов она должна уже состояться. Будем наблюдать, как говорится. Некоторые наблюдать не хотят и покидают Украину, причем спешно. В общем, на фоне этой ожидаемой агрессии миротворцы едут в Украину. Я имею ввиду, конечно же, не вооруженные силы, а имею ввиду европейских миротворцев, таких как Макрон. Макрон приехал и он на умнике сказал, что действительно считанные дни, это будут важнейшие дни, но по концовке его миротворческая миссия была провалена. Почему? Потому что украинская страна не хочет даже цитировать Минские соглашения, не то что их исполнять. В общем, как мы в принципе и догадывались, Макрон просто, ну как мы вам и предсказывали, Макрон просто пропиарился перед выборами, потому что он хочет пройти на второй срок. Разочарование своего не скрывает и российская сторона, потому что в релизе нового телефонного разговора Макрона с Путиным говорится, подчеркнуто нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатом раунде, проведенных 10 февраля в Берлине, консультации политических советников, лидеров государств нормандского формата. Понятно, что обещал, обещал не значит женился, но уж очень теплый прием был ему устроен в Москве. При этом его главная претендентка Валерия Пекрес продолжает осваивать украинскую тему. У Макрона сразу несколько оппонентов выступают против НАТО, но конкретно Пекрес обещала, что в случае ее избрания будет с Украиной откровенно и признает, что прием в Альянс не стоит на повестке дня. Также она предлагает создать свою организацию вместо НАТО, свою организацию по безопасности, от Урала, короче, до Атлантики, в которой будут представлены национальные государства. И это России очень на руку, потому что там хотели бы вести диалог не с объединениями, а с лидерами держав, то бишь не с коллективным Западом, ибо коллективный Запад постепенно оказывается не такой уж и коллективный, несмотря на то, что, конечно, Соединенные Штаты Америки хотят всех объединить под своим началом. Целый ряд других миротворцев уже выстроился в очередь, мы говорили про Эрдогана, который попросту одержим своей идеей, опять-таки миротворчество, что, мол, именно я смогу провести эти переговоры, именно у меня, у меня получится и так далее. Байден есть, из которого ряд публицистов лепят нового Нобелевского лауреата. Идея в чем? Мол, типа, вот смотрите, вот видите, сейчас должны напасть, то тоже о чем мы говорили, должны напасть, нагнетать, 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 потом не происходит нападение, это Байден порешал. Нобелевская премия. Хотя до выборов в Конгресс еще более полугода, полугода, если такая политика нагнетания будет продолжаться, но Украина ее просто не выдержит, а если ее прекратить, то через полгода она это забудется, мир слишком быстро меняется, здесь Нобелевка может не выгореть. Ну, главным удивлением, возможно, стали британцы, они также включили миротворцев, и после очень позитивной, к слову, поездки министра обороны в Москву, внезапное заявление посла Украины, пристайка, который заявил, что, может, мы не будем вступать в НАТО, для того, чтобы избежать эскалации с Москвой. Потом сразу же заявили, что он не то имел в виду, сразу же разные появились заявления, но интересно, как моментально среагировал замминистра обороны Великобритании. Заявив о том, что Лондон примет любое решение Украины по НАТО, двигаться или не двигаться. То есть, как бы в итоге не петушился Борис Джонсон, оказывается, что британцы и рады порешать с Россией и слить Украину. А потом еще будут драться, кому на самом деле, кто заслужил Нобелевскую премию за то, что так славно, все порешал. Это я к чему? Мы опять убеждаемся в том, что нет никаких друзей, великих братьев и так далее. Все это риторика, это риторика детского сада. Что на самом деле, самое главное желание, возможно, вот этих ребят порешать с Россией. Но порешать красиво. Но вот одна персона явно потерялась. Это Олаф Шольц, канцлер Германии. И Олаф Шольц, он вообще, ну, долгое время не желал комментировать украинскую тему. Доходит до того, понятно, отказ предоставления вооружения. Кстати, аргументированный отказ, что, мол, типа, мы не хотим, чтобы из этого оружия умер хотя бы один там русский, да, грубо говоря. Вот, дошло до того, что уже появился мемчик, а где Шольц, а где Шольц? И вот Шольц здесь, он приезжает. Шольц дает поддержаться, как британская королева, за пальцы Зеленскому. Потом они оба выходят на брифинг, на пресс-конференцию. И Шольц просто прозревает. Потому что Зеленский буквально устраивает ему коридор позора. Не будем заслушивать всю его обличительную речь, на которую, может быть, его сподвигли какие-то советы. Опять-таки, старших товарищей из Вашингтона, я не знаю. Или, может быть, мудрых советников. Но посмотрим основные тезисы. Итак, архитектура безопасности в Европе требует гарантий для Украины. На украинской границе беспрецедентная эскалация. Надо заметить, что до этого он уверял, что там ничего не происходит. Просто разгон паники. Далее, Шольц завтра в Кремле будет представлять не только ФРГ, а некую объединенную позицию всего трансатлантического сообщества. С Шольцем он обсуждал использование превентивных сигналов для предотвращения агрессии, то есть санкций. Шольц готов работать над прекращением оккупации Крыма. В ближайшее время, возможно, договориться о саммите лидеров нормандской четверки. Подчеркнул важность для Украины закупок оружия у НАТО. Обсудил риски для Украины в связи с газопроводом «Северный поток-2», по которой с Германией есть расхождение. Украина рассчитывает на полноправную поддержку членства в НАТО со стороны Германии. Если по результатам визита Макрона в Москву друзья-поляки так представили, что, мол, типа его там Путин отшлепал, то здесь Зеленский сделал типа то же самое по отношению к Шольцу. Если Эрдогана он унизил с военния, встречи, абсолютно хамским началом визита, по глупости, то здесь он сделал все намеренно. Он это намеренно сделал. И сейчас Шольц улететь в Москву. А Зеленский на него взвалил все свои проблемы. И сейчас получается, Москва однозначно покажет Шольцу свое отношение по гарантиям безопасности, по ответу по гарантиям безопасности, по ситуации на границе и по Крыму. Говорить с ними с позиции силы, это значит рассориться. Значит Шольц не будет говорить с позиции силы. Значит его отшлепают еще и там. Понимаете в чем фишка? Если бы не после Киева он туда ехал, это одно. А сейчас совсем другое. Он будет оправдываться. Оправдываться, значит быть отшлепанным. Надо признать, что недавно еще и после своего визита в Вашингтон Шольц попал под шквал критики, потому что выглядел там абсолютно несамостоятельным. Байден при нем заявил, что мы там перекроем Северный поток-2. А что Байден это президент Германии? Или может быть канцлер? Или может быть Германия просто один из штатов Соединенных Штатов Америки? Поэтому когда Зеленский говорит, что Шольц представляет трансатлантическое сообщество, он тем самым представляет канцлера наместником или спецпосланником Вашингтона. Типа пацанов на побегушках. Это отображается на рейтингах. Всерьез отображается. Потому что если бы вот это происходило перед выборами, то вполне возможно расклад был бы совсем другой. Надо понимать, что Москва четко озвучивает, без выполнения политических пунктов Минских соглашений никакой встречи не будет. При этом Германия именно во время последней встречи полицоветников особенно отличилась. Ее представитель попросил закругляться, потому что ему надо выгулять собаку. Кроме того, немец ничего не сделал, чтобы переговоры вообще продвинулись. А Зеленского как будто прорвало. Как будто на самом деле перед ним мальчик на побегушках, управляющий маленькой страной, которая не вливала огромную помощь в Украину. Как будто бы не эта страна, по сути, рулит сейчас в Европе. Зеленский припомнил все. Зеленский припомнил отказ поддержать членство в НАТО, блокировки продажи оружия, нежелание Европы вводить санкции против поставок энергоносителей из России, нежелание вводить санкции превентивно, до вторжения. Фактически он отпустил ряд дипломатических шпилек союзнику, которого и так постоянно пинают. Несмотря на то, что в Германии, по всей видимости, я смотрю, сужу по послу Мельнику, в моде политический БДСМ, Шольц нашел в себе силы ответить взорвавшемуся комику, который начал там что-то распушил свой хвост. Он ему объяснил, что насчет оружия Германия и так экономически помогает Украине. А что касается Северного потока-2, то тут было понятно, что спор возник за дверьми. И Зеленскому сказали все, отворот-поворот. Насчет НАТО, смотрите, ну Зеленский представлял так, то есть мы понимаем, что ряд стран уже говорят, мол, может не лезьте вы в НАТО, всем спокойнее будет. В том, что он сказал, треба звернуть увагу на деякие детали. Я думаю, что сегодня багато журналистов и багато лидеров действительно трясечки, трясечки натякают Украине, что можно, скажем так, не ризиковать, не поднимать постійно питание, что до майбутнего членства в Альянсии. Всему миру спокойнее будет, но нам очень хочется. Нам очень хочется. Ну, Шольц ответил, что на повестке дня этот вопрос не стоит. Ответил достаточно четко. И еще до членства в Альянсах на данный момент не актуально. Я должен заметить, что он это говорил, когда баллотировался в канцлеры. И здесь хорошо бы Зеленскому поучиться выполнять свои предвыборные обещания именно у Шольца. Зато сам Зеленский и слова не сказал, как он собирается выполнять Минск. За него ответил канцлер. Зеленский заверил его в том, что он вынесет на обсуждение законы об особом статусе Донбасса и выборах в отдельных районах Донецка и Луганских областей. Вот такой. Шольц, видимо, еще не понимает, кто такой Зеленский. И что он может обещать что угодно. Выполнять обещанного он не собирается. Не зря уже слуга народа Безгин сказал, что это цитата канцлер, а не слова президента. Ни под какими новыми законопроектами в данном направлении Рада не работает. Наговорили они много другой ерунды. К примеру, Шольц заявил, что он поражен демократическими изменениями. Ну, конечно, если бы его прихватить и спросить, слышь, какие именно демократические изменения? Это закрытие любых СМИ, которые смеют только маломальски критиковать Зеленского, да? Я пойду к небесной сотне. Это за это небесная сотня погибла. За право банить все средства массовой информации, которые не облизывают диктатора, да? Для меня это очень важно. Немечка стоит на вашем области. Моя страна вражена демократическим ручком у вашей страны и поддерживает вас на европейском шляху. Зеленского спросили про его отношения к тем послам, олигархам, дипломатам и политикам, которые уже поспешили покинуть Украину. На что Зеленский сказал, что это трусы, что они на самом деле там члены граждане другого государства, что это патриоты другого государства, они вынесли себе приговор. Это любитель омана об этом рассказывает, да? До тех пор, пока не поймали бегущих из страны слуг народа. Потом стало известно, что своих сотрудников из Украины эвакуируют Всемирный банк. Ой, наверное, Владимир Александрович расстроился, да? Это тоже предатели. А еще он сказал интересное, что не существует, мол, западной Украины, что существует и цельная Украина. Раньше точно так же банковая лишила права на существование и юго-восточную, да? Помнится, помнится такое. Я не знаю, как к этому заявлению отнесется западная Украина, которая, конечно же, существует в Украине, да? В общем, посмотрим на то, как Шольц теперь слетает в Москву. Это очень важная будет встреча, особенно после того, как туда прокатился Макрон. Макрон. Продолжаем наблюдать. Ну, а Зеленский, который взорвавшись, взорвавшись уже настолько, что откровенно начинает хамить лидеру государства, которое, по сути, управляет Европой. А до этого с Францией была типа аналогичная история. Какие-то отпускались комментарии. Теперь вот с Германией. Ну, наверное, знают, что он делает. У него же заготовлен запасной аэродром. Наверное, в Омане, да? Ну, или в Крыму, где у него квартирка. Пока. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Сегодня это ваш кубок. Еще у нас на примере абсолютное рисование истории, а также фонарки и церкви от управления физической культуры и спорта, а также фонарки и шария. На высшем уровне. Такого еще не было. Растем, растем. Гораздо лучше, чем в прошлые годы. Ну и видно, конечно, что идет прогресс армспорта у нас. Желаю всем спортсменам и партии шария удачи и развития дальнейших. Я думаю, что у него все получится. Поддержка у него сильная. Удачи и вперед!